Всем привет, с вами я, когда решил придумать необычное вступление. Ладно, вам очень, очень, очень сильно понравился предыдущий ролик с мешапами, то есть с песнями, которые не должны сочетаться, но сочетаются. И поэтому я, как генератор новых идей, решил знать еще один точно такой же ролик. И, конечно, как в настоящем сиквеле, сегодня всего будет больше. Больше крутых песен я подобрал на этот раз прямо самый-самый сок. Вы мне столько всего наскидывали крутого, ё-моё. Ну, а еще нет, как... Опять подстава, кошка хочет залезть, я опускаю ногу и пинаю ее. Прости, кичуся. Я не спицом. Компьютер не наелся растишки и не стал огромным, просто я снимаю на другой объектив. Поэтому вы теперь видите все, что вокруг меня происходит. Но учитывая, что я дома сижу один и смотрю ролики с мешапами, вы скорее видите, что вокруг меня не происходит. В общем, ладно, давай при людии, погнали к первой песне. Песня про белых мишек из «Кавказской пленницы». Это гениальная идея просто начать пить, когда ты смотришь мешапы. Что? Это Слэйр? Не, ребят, ну за такое, я считаю, лайк надо сразу ставить. Белые медведи об дэв, я только сейчас заметил. Я не чувствую. Как круто сочетается эта проигровка с... Боже, это настолько гениально, это настолько круто вместе звучит. Вы заметили, как сильно настроение песни изменилось? В оригинале металл, ангел смерти. А сейчас уже как будто ваш немножечко это самое сосед поет хриплым голосом под гитарку песню своей молодости. Блин, очень круто. Давайте, да, по традиции кто... Ну, молодость у всех разная, поэтому у кого-то может быть и Angel of Death. Вполне. Я не видел прошлый выпуск, обязательно посмотрите, но мы тут оттаниваем, короче, песни Витаса. Я ставлю этому десятку. Вы знаете, прямо твердое... Я бы поставил 11, если бы можно было. Стоп, и нас же 9. Подожди, а в прошлом выпуске же 7, это был максимум. По-моему, да. Хм. Витасов в шкале. Да, тогда 9, тогда 9. Тел 11, если бы можно было. Стоп, и нас же 9 Витасов в шкале. Да, тогда 9, тогда 9. А ну так круто сочетай. 7. Я помню, что их было 7. Из-за вот этого начала... Ты права. Ну, это просто офигеть. Блата 4. Ну, давайте посмотрим. Серьезно? Да, серьезно. Я не верю. Объясните, почему мне бесконечно скидывают песню про к**новоз? Я что, похож на любителя г**на всякого? К**новоз, к**новоз, к**новоз. Их песня. Зачем он цензурит к**новоз? Он настолько боялся желтой монеты? Это ж вроде г**но не является особо ругательством. Кажет духами китать, все равно продолжает вонять. Блин, мне этот минус нравится больше, чем оригинальный с аккордами. У меня даже этот, танец мой щеку окон начался. Давайте так, за музыку пятерка. Правда хорошо сочетается. Но за мое личное мнение, ноль, 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 ноль. Почему эти песни сочетаются? Г**зи, там опять эта типичная агрессия. Ладно, агрессия это у меня, а там прогрессия. Типа... Ну ладно, не самая типичная, но из минорных она довольно часто встречается. А у Влада А4 получается, что мелодия типа... То есть ее можно разложить на... В общем, вы поняли, почему эти песни так хорошо сочетаются. А теперь погнали висеть. Эх, он забыл, да? Я такой смотрю, как он раздвигает наушники, и понимаю, почему у некоторых людей ломаются наушники. Зачем так сильно их раздвигать? Еще, блядь. У меня большая голова, но даже я так не раздвигаю наушники. Ну типа, зачем? Веселиться, хватит занудства. Будем веселиться! Так, Алла Пугачева, позови меня с собой. Очень крутая песня на самом деле. Хароль. Серьезно, с 50 центов? Так, это было неожиданно. Ой, слушайте, а сочетается-то как хорошо. О, вот это круто было, блин. Меня чуть до мурашек не пробрало. Аккорд там ушел вот в эту вот задумчивую позицию в тональности. И 50 цент в этот момент тоже немного голос поднял и прям четко в ноту спел. Если бы он еще спел не ми, а ми вниз чуть-чуть, то просто взвучало бы... Флоу, такой крутой получается. Оно прям классно сочетается именно по ритму. Да и по тональности я хочу сказать, что очень клево. Слушайте, вот этот переход с припева на куплет звучал как будто так и должно быть. Слушайте, давайте восьмерочку. Все-таки у меня нет какого-то прямо вау-эффекта, как от первого. Но восьмерку это точно, точно... Ты сейчас сказал, что у тебя чуть до мурашек не пробрало. Заслужило. Так, классика Ленкин-парк нам, но тут у нас тут на фоне какие-то народные узоры. Но слышно, что есть мини-нат анализ, то есть песня сильно-сильно поднята, поэтому песня тут может быть вообще любая. Глубока река, глубока река, О-о-о, вот прям неприятный интервал был. Это как, ну, почему-то он, по-моему, на этом не акцентировал внимание, как в прошлом выпуске Дестерк было. Ну да, нет, в Дестерк, где гораздо более ржачно, там реально получилось. Меееееее. Хе-хе, бедный Дреймон, за что? А тут уже лучше. Мне, честно сказать, абсолютно не нравится. Вот это вот какое-то шур-шур-шур на высоких на заднем фоне, вот это пш-пш-пш-пш-пш-пш-пш-пш-пш, грубо говоря, отвратительно. О, мишанина получилась. Да, вот реально, типа есть основная мелодия, и на заднем фоне какая-то вот эта вот мишанина из высоких. Это довольно интересно. Да. Не, вот это слово окаянное в этом припеве звучит прям как-то даже, меня аж чуть до мурашек не пробрало. Я даже не знаю, какую из этих двух песен за это надо благодарить, но вместе они звучат прям очень классно. Честно, мне очень понравилось, как они сочетаются в фоне настроения, но мне... Не, может быть, если это сделают хорошо и качественно, оно будет хорошо действительно звучать, но конкретно вот это вот сейчас, что я услышал, мне не нравится. О, свели что-то не очень. Он-то, возможно, оценивает не именно это... Как его, не именно звучание, а вот-вот-вот-вот, типа, с точки зрения сочетания, да. Мне не очень понравилось, как они сочетаются в плане мелодии и аккордов, там есть разногласия, поэтому просто пять витасов из девяти. А мы двигаемся дальше. Написано, сейчас будет витас. Так, без него ни один выпуск, мне кажется, у нас никогда не обойдется. Smells like 19 витас. Я предвкушаю очень круто... Господи, мышапов с витасом такое количество, что... Да потому что витас охеренный. Что я к тому, что он только на одних мышапах с витасом выпусков может наделать десятки. Кутой мышап. Блин, у него такое лицо, что можно ожидать любого развития. О, Господи, оно идеально сочетается! Боже мой! Ну, как бы еще секрет откроется в том, что все популярные песни, по крайней мере, у Нирваны, это два притопа, три прихлопа, и в этом нет ничего плохого! Наоборот, именно упрощенные песни, они лучше воспринимаются, лучше ложатся на слух и становятся более популярными. Поэтому сэмплирование и приобрело такую широкую популярность среди музыкантов. И когда мелодия не очень сложная, к нему прилепить что-то гораздо проще, так как витас это все-таки поп-музыка, там тоже ничего особо сложного нет. И, как бы, есть популярные секвенции, всего лишь 7 нот у нас существует, и, естественно, поэтому и получаются такие идеальные мышапы. Никто и не говорил, что он должен ставить какие-то другие оценки. Его канал что хочет, то и ставит. Но мы просто удивляемся, какие оценки он ставит, когда это звучит действительно дерьмово в плане просто прослушивания песни. Ну, я его право, в любом случае. Ну, так-то да, я же говорю, он просто оценивает не так, как мы, скорее всего. Он-то все-таки, я так понимаю, в музыке шарит, в отличие от нас. Да, мы можем только на наш... Я просто говорю... Неискушенный слух оценивать. Да. Знаете, иногда хочется остановить пагету и сойти. А сейчас я просто счастлив, что я живу. Ну-ка, в брейкдауне что будет? Да, ради такого я и снимаю эту рубрику. Кстати, естественно, если хотите следующих выпусков, то все зависит от ваших лайков. Лайков много снимаю, лайков мало не снимаю. Спасибо, Капитан Очевидность. Девять витасов из девяти. По следующей песне сразу видно название. Это Metal Zone. Зон, понятно, типа Озон. А Метал... Металлика? И Форгивен. Так, значит, это мы... Шап, Драгаст, Один, Тейр, Форгивен. Так, пока что очень странно. Ну-о-о-очень очевидно. И как-то оно не особо, если честно, клеится. О, все отлично. Да, не да. Ну, вначале было... Я же не знала, что Драгаст, Один, Тейр, это просто геальная песня. Вначале было непонятно, как оно будет звучать. Но когда совпало Hello, Salute... Я просто в фан-клубе этой песни и клипов состою. И вообще, ну-ма-ну-ма ей. Оценил я этот, мышь, обкатишься. Ну, здесь уже не так. Ну-о-о, такое. Вот, знаете, это как раз обратная ситуация, той, которая у нас бывает, как правило, в этих роликах. Здесь идеально сочетаются ноты, то есть я, по крайней мере, ничего фальшивого не слышал. Но именно сами песни не совсем как бы стыкуются. Кстати, это причина, по которой, вот как вы пишете в комментариях, что, мол, любые песни в одной тональности можно совместить. Нет, не любые. Пожалуйста, тональность одна, одна. Но они же не звучат вместе абсолютно. В общем, мне не особо вкатил как-то этот кавер. Ну, первая фраза припева, да, была прикольная. Hello? Salute. Но потом все снова скатилось, поэтому ставим этому три видоса из девяти. Я сегодня добрый. Так, что-то похолодало немного. И да, я надел наушники поверх капюшона. У всех своей странности. С лентяевым тоже очень многое сочетается. С лентяевым тоже очень многое сочетается. С лентяевым тоже очень многое сочетается. Мы are number bad. А где bad guy-то? Где сиськи? Сиськи, где я тебя спрашиваю? Потому что это правильный мешап. Когда есть и вокал, и музыка с обеих песен. Так, ладно, это было здорово. Да, звучало прямо круто. Я из тех людей, кто лентяева смотрел еще в детстве, когда она только выходила. Не, никогда его не видел. Ну это ж полный бред вообще. Весь этот сериал. Эти ужасные куклы в виде мэра города или кто там еще был. Это уже тогда выглядело очень крипово и странно. Спустя года вспоминается, как что-то такое приятное. В общем, очень хорошо состарилось. И bad guy, он ведь тоже очень странный. Я думаю, что через много-много лет bad guy будет одной из песен, которую мы будем вспоминать и одним из клипов, которые мы будем вспоминать с теплотой и любовью. Ну, bad guy, в принципе, и выглядит таким отхаусным и звучит. И опять же, по звучанию ничего сложного. Ну да. Мелодия не сложная. Там запоминающийся кусочек. Очень яркий ритм отбивается. Вокал без всяких этих... Финтифлюшек, кроме вот этого автотюна, когда она bad guy протягивает. Но в то же время оно вот ложится на слух, хорошо запоминается. Вот то, о чем я говорю. Без усложнений музыка людьми воспринимается лучше. Может, я странный, но почему для меня то, как Билли Айлиш флексит под Лентяева, более органично смотрится, чем как она флексит под свою песню? Ладно, погнали к следующей песне. А этой я ставлю... Ну, скажем, твердую шестерочку. Ничего особенного, но звучит неплохо. Так, call me may be, это... Мне кажется, это как раз таки был идеальный mashup. Тоже стоило ожидать, в принципе. Так. Карли Рамштейн, call me hast. Ли Рэмштайнен, call me hast. Вот это мне напомнило Пугачёва с фестисентом. Надо сказать, что по ритмике они очень круто сочетаются, конечно. Нормально. Если вспомнить клип, там как раз таки Nine и получилось, в принципе. Ну, девчуля, весь клип флиртовала, флиртовала с парнем, думая, что он в ответ флиртует с ней, а он, оказывается, флиртовал с её другом, братом, соседом, не помню. Ну, короче, Nine. Nine, да. Да, вот это было неожиданно. Вы же поняли, о чём я, да? Да, вот это было неожиданно. Вы же поняли, о чём я, да? Она там на фоне, она поёт любую фразу, и дальше... Nine, trying to find for all the time. Здесь уже вообще не особо. Давайте так, просто за угар этого мыша поставим ему шестёрку тоже. Короче, Wake me maybe. Это я в школьные годы, когда на первом уроке была контрольная, и я стоял будильник, но надеялся его проспать. Забавно, но в этом есть какой-то вайб Си, ну, певица Си. У неё тоже часто... А мне кажется, в этом есть вайб как раз этого... Within Temptation, когда они в более поп-звучание ушли. Или когда она с каким-то солисткой, с каким-то, по-моему, диджеем что-то выпускал. Вот-вот-вот, на то похоже. Какой мощный прям вокал, лютый, и при этом на фоне супер-минималистичные какие-то аранжировки. А потом дроп как в Titanium. А мне даже не смешно, потому что это реально хорошо сочетает. Блин, забавно, это звучит так хитово. Мне кажется, оригинал звучит гораздо более хитово, он такой более меланхоличный. Ну, нет, звучит... Этот мышап звучит неплохо. Но оригинал мне, конечно, больше нравится. Этот мышап звучит как что-то, что никогда не вошло бы в какой-нибудь Billboard Hot 100. А просто лежал бы бисайдом на альбоме. Ну, возможно, да. Так, что? Мне показалось ли я там услышал... Там была ещё третья песня, я точно говорю. Сейчас, 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 сейчас. Вы офигеете, насколько я слухач. Это Simple Plan, Untitled. Если я угадал, я правильно понял, что это за песня на фоне, и вы тоже её услышали, то просто лайк сразу, я считаю, за такое. И теперь ту песню слушаем. Прислушайтесь на фоне. Ну да. Этот, этот самый вокал. И в начале, по-моему, когда она начала петь, её фразу закончила какое-то другое слово, а не то, которое в оригинале. Блин, я так собой доволен. Я как Шазам. Так, стоп, а это был Майк Шинода на секунду из Лимкин Парк. Почему Майк Шинода? Интересно. Синфор фортится просто слухи о том, что якобы там рэп-часть должен был Шинода. Исполнять не совсем это так. Просто там дело было в том, что в Лимкин Парк уже были звёздами, Фанэйсис были начинающими. И лейбл им сказал, вот тут нужна рэп-часть, вот как у Лимкин Парка. Они такие, типа, нахрена и зачем? И что, давайте пригласим Лимкин Парк, что ли? Нет, они бы не согласились с никем петь. И, короче, вот сделали вот эту вот ставку. Так, стоп, а это был Майк Шинода на секунду. Из Лимкин Парка. Я слышу там скримы на фоне. Господи, как они сильно это всё вплели. Ну, потому что это настоящий мы шап. Действительно. Ну да. Почему только два были указаны? Не поня. Я честно случайно ткнул на это место, я не ожидал такого. Я не знаю, как это оценивать, ладно? Само сочетание очень крутое. Там было много сюрпризов. Нет мемности. Ну, давайте вот за то, что нет мемности, восьмёрочек. О, I have the Tiger. Окей, с чем она может сочетаться? Да блин, с чем угодно, это же I have the Tiger. Ха-ха-ха, Adele Adeliver. Rolling with the Tiger. Блин, нет, название смешнее, чем от песни. Ну, куплеты во всех перстнях с 4 on the floor ритмом сочетаются очень хорошо. Нет, только не подумайте, что я говорю, что там барабаны 4 on the floor, типа просто бочка. Я имею в виду, что там ритм очень простой. А вот это было круто. Ну, здесь уже так себе все эти смены аккорда были лишними. Э, а где дру... А ты знаешь, когда ты хотел очень сильно чихнуть, а тебе заранее сказали, будь здоров, ты такой... Или ты такой собрался посрать, присел такой, пукнул и всё. У меня теперь ощущение, что я хотел чихнуть, но не смог. Блин, у меня чувство неполноценности внутри, я не могу, я же весь день так ходить буду теперь. Да, да, куплеты звучат круто. Припев мне дайте, припев! Да, сейчас будет... Да пошли вы нахер с такими вешапами, черти, блядь. Дело в том, что там очень интересный мелодический рисунок. И вообще в этой песне I have a tiger, там именно первее, первее именно гитара, нежели вокал. Поэтому там, в принципе, просто появится I have a tiger, и всё, иди в жопу. Я есть тигр. Нет, это... Спасибо. У нас тигра. Спасибо. Ссылка с днём рождения, Александр. Да я просто сказал, я есть тигр, неважно. Как я есть грудь, да? Я забыл, что там конкретно, и про глаза забыл. Господи, я видосик посмотрела, что как один, короче, казах учил вина дизеля говорить, я есть грудь по-казахски. Одобряемо. С пафосом, с дерзостью и с максимальными выебонами? Нет, просто произнеси. Тогда, по-моему, как... Для этого не было времени. Тогда, судя по всему, как-то неправильно он облучил. То есть вы сделали три офигенных дропа, которые просто готовят тебя к тому, что сейчас будет припев, припев, припевище, и вставили припев в брейкдаун? Вы что, брейкдауны, что ли? Ладно, всё. Испортили, короче, обе песни, мне не понравилось. Ставлю троечку. Ну, просто за то, что куплеты прямо классно сочетаются. Для того, чтобы сохранить структуру песни, можно было как раз таки именами эту мелодию нарезать. То я снимаю, и погнали дальше. Так, это гимн Советского Союза, и... Да, вы серьёзно? Мне кажется, это... Мне кажется, загадка, зачем Бритни Спирс научили таким пережатым вокалом петь? Она ж пела нормально! Или они думали, что с нормальным пением она не станет популярна? Ну вот Кристина Гиллер же стала! А то, как всякие деды, которые в селах живут, представляют себе гимн Америки. Ну ладно, тоже ставлю троечку. Не особо чё-то. Даже, знаете, предыдущий был в каком-то плане. Звучит как-то неприкольно. Лучше. Так, мемчики пошли. Это Крабрейв. Ну-ка. Так, это качает. Слушайте, они сочетаются лучше, чем я думал. Я никогда в жизни так сильно не ждал дропа, как здесь. Ну-ка, сейчас момент ист... И поставил паузу на нём! Либо всё разрушится... Ну ты так всегда делаешь. Когда ушли у видосика, должен быть смачный конец. Такой перед самой развязкой. Опа! Такая, отсоси просто. Я такая, блин! И начал смеяться. Такой, да подожди ты, давай досмотрим, потом смеяться. Жабка получилась. Всё будет просто офигеть. Неплохо, звучит. Я до того говорил, фразу сочетается идеально. Забудьте, всё. Эта фраза забанена во всех предыдущих роликах. И вообще во всей моей жизни. В 20 годах до сегодняшнего дня. Потому что вот это действительно идеальное сочетание. Реально звучит хорошо. У меня просто в голове не укладывается. Но это же просто идеально. Вы слышите, что у Кра Брейва даже мелодия на заднем плане, она как будто бы повторяет мелодию припева. То есть ощущение, что это сделано намеренно. Как мне жалко, что я не могу в ролик вставлять больше 5 секунд песни подряд, иначе мне нафиг всё забанят. Ну да. Это тоже. Очень круто. Хотя на самом деле сейчас вообще насрать, сколько ты секунд вставляешь. Даже за секунду песни могут по жопе дать. Уже это не влияет никак. Я аж прям трясёт. Естественно, это получает макси... В очко себе пабу... А, стоп, вы уже. У нас, если чё, ебаный баз за окном был. Без 15-11, если чё. Времени-то. По Москве. 8 баллов. 9 витасов из 2. Давайте, это получается 20. Блин, 100 витасов из 9. Это невероятно. У меня есть так много, что сказать, но слова застревают в горле. Вот настолько это круто. Да, сегодня был очень жаркий выпуск. Спасибо большое, что смотрели. Пишите, если хотите ещё видеть эту рубрику. И самое главное, её выход зависит от ваших лайков. Лично мне очень нравится её записывать. Поэтому до скорых, я надеюсь, встречи. Ну, были прикольные моменты. Конечно, не было чего-то такого, как было в первом выпуске. Как с Disturbed. Ну, интересные ему шапчики. Спасибо за просмотр. До скорой.